Прямо сейчас наша съемочная группа находится в Музее истории культуры Новополоцка. Сегодня здесь проходит открытие выставки работ витебского акварелиста Александра Карпана, который три года назад ушел из жизни. Выставка организована женой художника. Талантливый художник и преподаватель Александр Федорович Карпан родился в 1953 году. В 1979 году художник окончил художественографический факультет Витебского государственного педагогического института имени Кирова. Долгое время работал преподавателем в родном вузе. В 1991 году Александр Карпан был принят в Белорусский союз художников. В этом году Александру Федоровичу должно было исполниться 66 лет. У него очень много рисунков. Он очень любил рисовать, потому что он вел крыжок по рисованию, по рисунку со студентами. И вместе с ними же тоже рисовал. То есть пастель, карандаши. Вот это тоже нужно показать. Масла у него совсем немножко. Он не мог не работать. На площадке Музея истории и культуры Новополоцка собрались десятки ценителей творчества Александра Карпана. Они не скрывают своего восхищения, ведь картины художника имеют свой творческий имидж и свою индивидуальную манеру. Имя художника хорошо известно. Творчество его тоже. Хотелось бы еще раз прикоснуться, открыть для себя новые ощущения от встречи с его картинами. Ну и вообще-то я хочу сказать, что художник любой, даже если он ушел из такой вот земной жизни, он остается жить в картинах, он продолжает через века шагать в наши сердца, стучаться, разговаривать с нами через свои образцы, через свои картины. Александр и Светлана были знакомы почти 45 лет, в браке 42 года. И сегодня Светлана Анатольевна Карпан не скрывает своих эмоций. Чувство, конечно, гордости из-за мужа, за то, что все-таки у меня такой был супруг талантливый. Я работала всего лишь в школе, но я всегда стремилась как бы от него не отставать. Поговорить с художником через его картины и услышать тот самый внутренний диалог в этот день смогли многие. Ведь тот багаж, который оставил после себя Александр Федорович, будет жить еще долгие годы. Ольга Войтова, Артем Табаков, Вектор ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok